Здравствуйте! На канале ФКТ «Время новостей» в студии Инга Габешия. И в начале коротко о некоторых темах выпуска. Шоу огня и льда, запуск часов и все мысли о победе в Сочи отметили 500 дней до старта чемпионата мира по футболу. За год самострою в Сочи стало наполовину меньше. Что делать с теми, кто уже построился, решали на краевом селекторе. В Сочи вакансий хватит на всех. Городу нужны и рабочие руки, и умные головы. Глава курорта встретился с выпускниками вузов. В Сочи любит спорт. Спорт любит Сочи. Выставка под таким названием открылась на Центральном стадионе. В Сочи снег. Дети рады, а вот взрослым осадки и порой минусовая температура принесли только дополнительные заботы. Тем не менее, как отметили в администрации города, снег не повлиял на стабильную работу системы жизнеобеспечения города. Внеплановых перебоев свода газа и электроснабжением не было. С самого утра, еще накануне, на расчистку улиц курорта были направлены снегоуборочные машины. Всего в расчистке городских, краевых и федеральных дорог задействовали более 100 единиц техники и более полутора тысяч человек. Тем не менее, на линию не вышли несколько маршрутов общественного транспорта, а те, которые идут в высокогорные районы. Таких было около 10. Я еще раз хочу подчеркнуть, что это временная проблема. То есть информация, где какой маршрут не доходит или не может пройти, она поступает оперативно в диспетчерскую МУП «Сочи Автотранс». Соответственно, мы взаимодействуем с теми подрядными организациями, которые работают в районах. И, соответственно, просим их уделить внимание, безусловно, на те улицы, по которым ходит общественный транспорт. Неплохо сработали управляющие компании. По крайней мере, жалоб от жителей на их работу не поступало. Управляющие компании провели соответствующую изготовку песко-соляной смеси, шансового инструмента, шестового для взбивания сосулек. Те управляющие компании, которые до сегодняшнего момента не выполнили это, то есть мы приглашаем жителей звонить нам, говорить о их неподготовленности к работе к зимнему сезону. Будем принимать меры вплоть до лишения их лицензии. А такие прецеденты, напоминают в департаменте городского хозяйства, в Сочи уже есть. Так, компания «Багратион» из-за плохой подготовки к зиме была лишена права управлять домами. Я добавлю, что обильный снегопад этой зимой в Сочи накрывает не в первый раз, да и минусовая температура порой держится несколько дней. Такие явления, говорят синоптики, редкость для южного города. К другим новостям. Как реализуют проекты, подписанные на Сочинском форуме, выясняли в Краевой администрации. На селекторном совещании Вениамину Кондратьеву доложили, какие соглашения уже начали воплощать жизнь, а с какими возникли сложности. По поручению главы региона, по каждому инвест-договору, местные власти обязаны были разработать дорожную карту, в которой поэтапно расписано, как и в какие сроки будет реализован проект. Однако такой план работы предоставили еще не по всем заключенным соглашениям. Сергей Ильич, мне важно понимать, мы сегодня говорим о рейтинге регионов, районов нашим инвестиционным. То есть это все у нас работает. Что вызывает озабоченность у вас? Мне представлено по итогам вашего поручения в рамках форума 2016 года всего лишь 5 дорожных карт по инвест-проектам, заключенных на Сочинском форуме 2016 года. Одна дорожная карта будет представлена до конца недели, потому что там проходит корректировка. По одной дорожной карте, к сожалению, соглашение будет расторгаться, потому что финансирование инвестор не подтвердил. И две дорожных карты, это строительство обычных объектов, Краснодар, Водоканал и ПАО Кубаниэнерго, они и так контролируются. На совещании обсудили подготовку к предстоящему форуму в Сочи. Вениамин Кондратьев обратил внимание глав муниципалитетов, что все инвест-предложения должны быть обеспечены техническими условиями, и их было возможно реализовать. Сейчас никто вас в шею не гонит с количеством проектов. Сегодня мы взяли приоритет на качество. Но если уже теперь качество у нас приоритете, то давайте хотя бы те проекты, которые вы выносите, но вы их реализуете, так же тоже не бывает. Я уже согласился с вами с тем, что не нужен вал и не нужна статистика, это все не нужно. Ну что, что уже явно заключили, я надеюсь, что на самом деле это будут те проекты, которые нам дадут экономический результат. Мы уже отошли от форума, мы к содержанию подошли, поэтому прорабатывайте. Проект должен быть в ручном режиме. Любой проект инвестора должен взять в ваш сотовый телефон. В этом году сочинский инвест-саммит не только сменил название, но и даты проведения. Теперь это российский форум, и пройдет он уже ровно через месяц. А до 1 февраля по поручению губернатора края каждый муниципалитет в единую информационную систему должен представить не менее 10 инвест-предложений. Галина Моисеева, телекомпания «ФКТ». Город для жизни. Сохранить исторический центр Краснодара и не строить в центре высоток. Такую задачу поставил губернатор Вениамин Кондратьев. Глава региона провел сегодня заседание градостроительного совета. За одним столом собрались руководители профильных министерств и департаментов. Архитекторы, историки, эксперты. Как отметил губернатор, застройка исторического центра – это конфликт интересов строительного бизнеса и горожан. Но нужно найти правильное решение. Краснодар должен сохранить свой исторический облик. А высотная застройка в центре его просто уродует. Мы должны прийти к пониманию, где у нас граница исторического центра. И никаких точных застроек, коллеги, здесь близко быть не может. Только комплексное должно быть освоение. Если один выкупил 15-20-соток, второй, третий, вот тогда пусть объединяются, договариваются и застраивают комплексно. Моя позиция – однозначно точная застройка в прошлом. Исторический центр уж точно давайте затвердим, утвердим и поставим точку во всей вакханалии строительной, которая была в историческом центре города Краснодара. Все, поставим точку и забудем. Напомню, что к обсуждению генплана города активно привлекались и жители, проводились публичные слушания. Замечания и поправки от краснодарцев тоже вносили в документ. До Чемпионата мира по футболу 2018 осталось 500 дней. Обратный отчет времени был запущен в 11 городах, принимающих матч Мундиаля. В Сочи часы торжественно сверили в горном кластере на курорте «Роза Хутор». Часы обратного отчета, помимо Сочи, в этот день были запущены еще в 10 городах России, где в 2018 году пройдут матчи Чемпионата мира по футболу. Это событие – своего рода стартовая отметка для футболистов, болельщиков и, конечно, строителей стадионов. Для нас это огромное событие с точки зрения и строительства стадионов, и просто показать всему миру, что мы хотим провести чемпионат и проведем. Самое главное, как бы витает в воздухе вопрос, а будет ли у нас чемпионат? Ребят, не сомневаюсь в том, что будет. Сочинский стадион «Фишт», который примет матчи Чемпионата мира по футболу, а перед этим Кубок Конфедерации, на данный момент готов на 98%. Открытие арены намечено на февраль. Самое главное, что Сочи готов принимать игры в любой момент абсолютно, а вот стадион «Фишт» на 98% на сегодняшний день готов уже к приему и проведению Кубка Конфедерации. Осталось некоторые провести пусконаладочные работы. Строительная часть полностью завершена. К слову, на реконструкцию Сочинской арены было потрачено из федерального и краевого бюджетов 3 миллиарда 840 миллионов рублей. Но помимо строительных задач перед играми предстоит решить еще организационные. Действовать принимающая сторона будет по уже отработанной олимпийской схеме. Мы понимаем, что Кубок Конфедерации будет проходить, будем говорить, летом, а в это время очень много гостей. И поэтому нам вместе с правоохранительными органами нужно очень серьезно заняться вопросами организации дорожного движения, чтобы не было пробок, организации безопасности в городе. Но это все прописано, это все профинансировано, это все по нашим процедурам отработано. Что до болельщиков, то они накануне Кубка Конфедерации и Чемпионата мира по футболу озабочены совершенно другим. Где болеть за наших, как купить билеты, с этим в общем-то проблем никаких. Но главное, возьмется ли за ум российская сборная на отметке 500. Все мысли только о победе. Мы всегда верим в нашу победу и вообще в наших. Россия победит. А в Лазаревском 500 дней до Чемпионата мира по футболу отметили большим праздником спорта. Большой футбольный урок, посвященный Чемпионату мира и истории ФИФА. Вообще для школьников и студентов района провел руководитель Центра подготовки волонтеров в Пресочинском госуниверситете Сергей Черемшанов. Он отметил, что принять участие в российском турнире желают добровольцы всех стран. У нас примерно подало заявок со 150 стран. Есть, как я уже говорил ранее, есть такие экзотические страны, как Фиджи, Оман. Есть много заявок из Египта, Мексики, Колумбии, Нигерии, где футбол набирает большую популярность и очень популярность среди обычного населения. Иностранцев ждем, иностранцев будет, но мы отбираем именно иностранцев с опытом волонтерской деятельности. После футбольного урока в районе прошел футбольный турнир. В честь 500 дней до Мундиаля стартовал кубок главы районной администрации по мини-футболу среди юношей. В этой спортивной баталии побеждают дружба, здоровый образ жизни и азарт. Вообще в Лазаревском районе, как и в целом по Сочи, делается немало для развития спорта. В нашем районе, в Лазаревском районе, открыт замечательный спортивный комплекс, в котором мы находимся. Сегодня строится спортивный комплекс в микрорайоне Лао. В декабре 2016 года в Лазаревском районе открыта скейт-площадка, две площадки воркаут. И в 2017 году в 33 населенных пунктах, сельских населенных пунктах, у нас будут построены площадки воркаут. И ежегодно более 30 площадок спортивных и детских строится в нашем районе. Поэтому мы можем сказать, что каждый ребенок, каждый житель может заниматься спортом. Моя профессия – юрист. В Сочи под таким названием открылась Международная зимняя академия. Конференцию проводит Сочинский институт Российского университета дружбы народов. Здесь новые знания могут получить и студенты, и преподаватели. Вот уже третий год подряд Сочинский институт РУДН открывает Международную зимнюю академию «Моя профессия – юрист». Свои стены филиал одного из самых узнаваемых вузов страны приглашает представителей юридических вузов России, юристов-практиков и не только. В этом году среди участников – студенты и преподаватели из Абхазии и Казахстана. Когда мы говорим о Сочинской зимней академии, то это явление редкое и уникальное. По крайней мере, среди юридических подходов по повышению квалификации, по научным исследованиям, вот чего-либо аналогичного просто нет. Программа академии нынешнего года весьма насыщенная. В течение пяти дней ее участники будут говорить о профессиональных и коммуникативных навыках юристов, о формировании позиций по делу и о вопросах юридической конфликтологии. Одним словом, о профессии юрист в теории и практике. Программа сделана очень новаторски. Она ориентирована на то, что есть новые задачи, меняются методики обучения юристов, обновляются федеральные и государственные стандарты. И многие новые задачи ставятся перед преподавательским составом. Надо сказать, формат академии, говорят организаторы, позволяет на равных участвовать и студентам, и преподавателям. Здесь все в роли учеников. Одни получают новые знания, другие делятся опытом. Студент – это тот человек, который всегда стремится узнать что-то новое. Такой формат обучения и такой формат, назовем это конференцией, он очень интересен. И в том плане, что здесь мы можем обменяться мнениями с преподавателями, и преподаватели нас услышат. Обсуждать актуальные вопросы практикующие и будущие юристы будут до 3 февраля. По окончании Международной зимней академии преподаватели получат удостоверение о повышении квалификации, а студенты – сертификаты. Ольга Десятого, Демид Даниловский, телекомпания ФКТ. Продолжаем. Недобросовестным застройщикам в крае не место о нарушениях градостроительных правил и способах борьбы с незаконными постройками шла речь во время селекторного совещания с вице-губернатором Краснодарского края Николаем Гриценко. Незаконное строительство – давняя проблема на курорте. Серьезная работа по ее уменьшению стала проводиться два года назад. Этому способствовало принятие по инициативе администрации Сочи закона, запрещающего судам узаканивать самовольные объекты. Представители администрации, судебные приставы и правоохранительные органы регулярно выявляли такие объекты. Хорошую помощь оказывали и жители. В результате, если в 2015 году в городе насчитывалось 134 незаконных построек, то в 2016 их стало в половину меньше. На данный момент арест наложен на 12 объектов, но застройщики все равно игнорируют судебное решение и продолжают строительство. За это им снова придется ответить в суде. И если в этом случае контролировать застройку еще можно, то вот те дома, которые несколько лет назад были узаконены по суду и сданы в эксплуатацию, представляют собой особенную проблему, поскольку суд узаканивал исключительно здание, при этом коммунальные вопросы остались нерешенными. Часто за афериста застройщика приходится отвечать жильцам. Застройщик является аферистом, является жуликом, которому каким-то образом удалось узаконить свое безобразие. Это не дает вам права без разрешения потреблять воду, не дает права без разрешения потреблять электроэнергию. Поэтому ваше возмущение должно быть направлено только в вашу сторону. Ну, выход какой? Теперь давайте кооперируйтесь и теперь получайте тех условия. Вы остались один на один со своими проблемами и их вы лично купили себе в прямом смысле слова. Сейчас недобросовестным застройщикам обманывать дольщиков сложнее. Список объектов, где приобретать жилье не рекомендуется, регулярно обновляется на сайте администрации города. Активно работает и служба судебных приставов. Снести все незаконные строения пока невозможно из-за проблем с финансами. Тем не менее, каждый год из бюджета города выделяется определенная сумма на решение этой проблемы. В бюджете 2017 года мы предусмотрели средства в размере 13 миллионов рублей на снос незаконных строений. Небольшие деньги, но я думаю, что на примере тех зданий, которые мы будем сносить, остальным будет неповадно. Когда мы сносили такое здание в Адлере, в Амеретинской долине, хочу сказать, что на два месяца незаконное строительство в городе просто было замерло. В мэрии ищут и другие пути. Чиновники добиваются, чтобы в судебных решениях появилась фраза «снос за счет застройщика, либо администрации или третьих лиц с последующим возмещением затрат от застройщика». Если этот важный нюанс появится в документах, то работа по сносу незаконного строительства будет усилена. Татьяна Говоркова, Елена Овсецина, Николай Тихонов, телекомпания ФКТ. Планы на помощь. Впервые в этом году состоялась встреча клуба приемных семей. И не где-нибудь, а в семейном ресторане. Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, все чаще находят новых мам и папа. Чтобы жизнь тех, кто взял на себя ответственность по воспитанию, не усложнялась, в случае оказывают поддержку. В семье Ишениных шестеро детей. Самому старшему 20, самой младшей – один месяц. Половина из общего состава – приемные дети. Мама Лола о такой большой семье мечтала всегда. «Большая семья – это радость, когда дети дома, когда смех слышится. Это, конечно, мы уже смысла не видим другого в жизни. Наши дети – это наш смысл жизни. Любовь. Проявляешь любовь, и дети все равно к тебе так же отзываются, это же любовь. Конечно, где-то строгость присутствует, нужна нам, без строгости никак». По такому же принципу воспитания детей действуют и многие другие приемные родители. Сегодня они собрались вместе на первую в этом году встречу клуба приемных семей. Это мамы и папы, взявшие на себя ответственность не просто воспитывать, а любить и дарить тепло детям, которые волей судьбы остались одни. «Это одна из форм жизнеустройства детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей. Вот роль профессиональных родителей очень велика в социальной адаптации детей-сирот. И дело в том, что в этих приемных семьях с опекуном, который является помощником ребенка-сироты, заключается трудовой договор. Таких семей в городе Сочи на сегодняшний день 69». Под крылом сочинского клуба 134 приемных ребенка. И все как одна большая семья. Поддерживают, помогают, интересно проводят время. В этом часто помогают и социальные партнеры. Как сегодня – семейный ресторан удивительной подачи блюд. Вкусный обед на стол доставляют поезда на игрушечной железной дороге. «Это социальное партнерство, благотворительная акция, которую мы с удовольствием поддерживаем. И, соответственно, хотим это сделать в постоянной основе». А пока дети весело проводят время, их родители обсуждают план работы на 2017 год. Среди актуальных вопросов – материальная помощь и организация мероприятий для детей. Не привыкли в Сочи оставаться равнодушными к тем, кому нужна поддержка. А значит, пора начинать большую работу, которая наверняка поможет осуществиться чьей-то мечте. В Сочи, да и в целом на Черноморском побережье, открылась первая кулинарная студия. Открыл ее ведущий шеф-повар России, президент гильдии шеф-поваров Санкт-Петербурга, ведущий многочисленных кулинарных теле- и радиопроектов, автор более 60 книг Илья Лазерсон. Проект не имеет аналогов в Сочи, хотя филиалы уже успешно работают в Санкт-Петербурге и Киеве. Кулинарная студия Ильи Лазерсона – это возможность научиться приготовлению ресторанных блюд дома. А помогать любителям новых кулинарных ощущений будут шеф-повара известных сочинских ресторанов. Готовить гости студии будут рука об руку с шеф-поваром, максимально включаясь в процесс. А оценить плоды собственного труда можно будет здесь же, за уютным столиком ресторана. Кулинарная студия Ильи Лазерсона в Сочи открылась совместно с рестораном семейных рецептов Оливье. Сочи любит спорт, спорт любит Сочи. Так решили организаторы выставки, которая сегодня открылась в Федеральном центре единоборств Югспорт. Экспозиция включает в себя работы известных российских художников, в их числе и сочинцы. А цель проекта – разнообразить будни спортсменов, которые приезжают на сборы в Олимпийскую столицу, и познакомить их с современной живописью. Выставка «Сочи любит спорт, спорт любит Сочи» станет основой для постоянной экспозиции. Возможность прикоснуться к прекрасным. После длительных и изнурительных тренировок спортсменам пойдет только на пользу. Уверены организаторы арт-выставки. Иногда бывают какие-то упреки в сторону спортсменов, якобы в их несколько одностороннем развитии. Что в принципе естественно. Что часами вы смотрите и думаете о своих мышцах, о своих ногах, руках. А что мы будем ожидать от такой практики. Поэтому данная выставка по нашей идее должна помочь людям отрываться от нашего грубого физического тела и переноситься иногда в более тонкие сферы человеческого бытия. Объединяет все работы экспозиции яркость, чувственность и экспрессивность. А еще они наполнены остротой переживаний и жизнеутверждающими эмоциями, которые присущи спорту. И вообще отмечают идейные вдохновители проекта «Спорт и искусство» – это главные составляющие звенья современной культуры, у которых много общего. На первый взгляд многие полотна не раскрывают спортивную тематику. Но здесь, в стенах спортивного центра, на них смотрят с другого ракурса. Появились у картины новые названия специально для данной выставки. К примеру, эти цветы стали цветами для чемпиона. А в этих пионах идейные вдохновители проекта увидели женскую сборную по синхронному плаванию. В целом же выставка регулярно будет пополняться новыми работами. Над их написанием сейчас активно работают художники, в том числе и зарубежные. Представлены здесь и картины таких известных мастеров, как Александр Атрошко и Геннадий Куманяев. Сами спортсмены такую идею совмещать полезное с приятным оценили на отлично. Дома бывает редко, все время в командировке или учатся. И чтобы прийти на выставку, это надо время. Ну а здесь вышли, вот закончили тренировку, пришли, посмотрели. И все хорошо. Мое мнение такое, что надо спортсменов с молоду приучать к прекрасному. И когда они-то видят, может быть у них что-то в душе появляется нового, позитивного. На сегодня это все. Завершаем выпуск информации от наших партнеров. Сеть салонов тканей для дома предлагает широкий ассортимент тканей, текстиль, постельное белье и пошивштор на заказ. Ну а все новости уже на нашем сайте fkt.com. В студии была Инга Кабешия. Спасибо за внимание и всего вам самого доброго. Продолжение следует...